Я не хотел стать стоматологом, мне стало плохо на операции. Я ничего против пластических. Да-да-да, ребят. Абсолютно нет. Пластический хирург. Не-не-не, абсолютно все. Но завернул в поднук. Не в ту дверь, да? Не всегда могу доверять шаблонам. А руки? Я ошибался. Как оскорбление? Такого рода осложнение, это редкость такой тяжести. Имплантант с зубом соединять можно. Друзья, всем привет. С вами Дентал Подкаст, ее ведущий Артур Крапетян. И сегодня у меня в гостях замечательный доктор, замечательный просто человек, кандидат медицинских наук, Гарри Вачаганович Мовсисен. Здравствуйте. Гарри, приветствую тебя. Очень рад, что ты согласился прийти ко мне на подкаст. Маленький ликбез. Я обучался хирургии у Гарри Вачагановича довольно-таки... Короткое время. Ну, полгода, наверное, точно я ходил. И это были такие первые, такие прям серьезные хирургические моменты мои. Где там я учился правильно стоять возле хирурга, правильно работать ассистентом. То есть и учился довольно-таки многому. Но не ортопедии. Но на тот момент я, по-моему, ортопедию особо и не хотел. У меня была хирургия головного мозга. И я получал прям все в достатке, находясь в операционной, в амбулатории операционной, где по всем стандартам прям для меня это было очень приятно. Спасибо большое за это. И, друзья, сегодня мы обсудим такую тему, как определение прикуса, центрального соотношения и вообще все, что связано с уставами нашими, любимыми. Спасибо большое за приглашение. Для меня большая честь, когда ты позвонил и пригласил меня на свою передачу, так скажем. Ну, да, можно так сказать. Ну, подкаст, да. Мы с тобой короткое время поработали, может быть, полгода. Я уже, честно говоря, не помню. Это было очень давно. Но мы познакомились как раз тогда, когда ты подошел в нашу клинику, пришел в нашу клинику. И я, сколько я себя помню, я всегда наставничал своим коллегам, так скажем. Я не люблю, когда меня называют, что ты мой учитель и так далее. Ну, наставник, так, это мне комфортнее. Хотя учитель тоже звучит неплохо. Да, я наставничеством занимался, сколько я себя помню в своей профессиональной жизни. Причем это как-то так само собой получилось. Мне нравится передавать свои мысли, свои знания. И я от этого получаю удовольствие. Я довольно много докторов прошли через нашу клинику. Взрастил, так сказать. Ну, это громко сказано, взрастил. Но какие-то мысли я передавал, какие-то знания. И я рад, что многие из этих докторов это помнят. Мой опыт 28 лет почти в нашей специальности. Мне приятно. Ну, это любому человеку, любому специалисту. Мне приятно. Да, но это не делать. Но еще надо уметь, так скажем, правильно преподавать или правильно наставничать. Потому что ты являешься для кого-то каким-то эталоном. То есть ты должен, так сказать, не ударить грязь в лицо. И должен научить человека делать правильно, а не делать неправильно. Хотя некоторые, мне кажется, могут и обучать, ну, по-своему. Это может быть для них правильно что-то быть. И да, я согласен. И скажу тебе, что я никогда за это не брал никаких денег. Я вообще это не монетизировал. Хотя я знаю, что мои уважаемые коллеги, которых некоторых я знаю, да, они... Довольно-таки неплохо. Неплохо, да. Практикуют, это нормально. Я считаю, что за знание надо владеть. Но в моем случае это никогда не происходило. За оплату иногда даже мои коллеги, когда приходили и просились на операции, на постоять за спиной, как называется сейчас, заплечный курс, или там со мной поработать немного. Сами предлагали и удивлялись, что я в этом отказывал. Потому что, ну, у меня, может быть, какие-то комплексы есть по этому поводу. Кто-то меня может за это, наверное, осуждать. Кто-то может сказать, что это, ну, немножко ценность снижает этого обучения. Но дело в том, что я... Здесь нет никаких принципов. Это просто как-то идет, само собой получилось. И мне всегда нужны, всегда нужны руки в моей работе, в своей практике. Мы получаем как бы обоюдную такую вот... Обоюдную выгоду от наших вот взаимоотношений, взаимодействий. А сейчас, когда ко мне приходят мои коллеги, молодые, да, у нас может быть разница там в 15 лет, 20 лет. Ну, как я начинал, да, вот как я приходил. Да, я даже некоторые вещи уже у них... А, даже так? Начинаю, да, узнавать, потому что, ну, они... Многие из них в тренде. Многие из них посещают очень много курсов, очень много стран, во всяком случае, до последнего времени, когда мир был открыт. И я уже начинаю где-то и сам учиться у них, и даже спрашивать совета. Вот сейчас мы работаем с одним моим молодым коллегой. Он студент третьего курса, но уже работает руками в другой клинике у своих друзей и коллег, но он помогает мне. Ну, он работает и у нас, и там. Ассистирует. Да, и очень часто я у него спрашиваю, вот, Максим Сергеевич, как ты бы посмотрел на эту ситуацию? Ты бы что бы сделал бы? Вот, и мы, в общем-то, приходим к правильному решению. Вот так, его мысль плюс мой опыт. Вот я тут соглашусь, извиняюсь, что перебиваю. Тут вот в этот момент иногда какой-то свежий взгляд, он иногда бывает полезен, потому что иногда мы смотрим на одну картину и не можем ничего придумать, а тут какая-то свежая голова может просто что-то вот сказать и навести на какую-то интересную мысль или на какое-то клиническое решение. Тут я полностью с этим согласен. Бывает так, что коллеги, зная, что я начинал хирургом, и есть хирург я, я им остаюсь, и помня или, может быть, по чему-то совету приходит ко мне на операции и думая, что сейчас увидит какой-то трэш-хирургию, какой-то тяжелый случай. Ну, со временем, когда ты растешь, когда ты развиваешься, ты пересматриваешь свой взгляд на многие вещи с высоты своего опыта, своих пережитых осложнений, прожитых, может быть, можно уже, наверное, в моем случае сказать, лет. От некоторых, например, манипуляций я отошел. Каких, например? Ну, например, я сейчас... Удаление просто зубов. Удаление – это вообще отдельная тема, я могу часами на эту тему говорить. Сейчас я вернусь к удалению, закончу мысль, чтобы не забыть. Ну, например, от таких достаточно сложных и объемных костных пластиков, допустим. По Кюри. Я помню раньше. Да, я много делал по этой методике, много делал. И сейчас я, в принципе, могу... Но я давно не делал, например, эту операцию, но и сейчас я могу это сделать, и даже могу внести кое-какие коррективы в эту методику со своей стороны. Сейчас я не буду делать так, как раньше, например, метод Кури, Фуада Кури. А почему так получилось? А почему так получилось? Потому что я больше стал заниматься в целом пациентом. То есть не данной проблемой, проблемой маленькой, которой я должен здесь, например, нарастить кость, установить имплантант. Нет. Я сейчас себя не считаю хирургом-стоматологом, я себя не считаю ортопедом-стоматологом, я себя считаю сегодня стоматологом. И мне кажется, в моем случае, я говорю только о себе, это правильно, потому что я чувствую, что мои подходы, они стали более пациента-ориентированными. То есть не решить какую-то маленькую проблемку, а в целом помочь человеку с его проблемой. Видеть шире. Стоматология, это довольно, на мой взгляд, а мой умнее довольно сложная область медицины, которая требует постоянного тренинга, постоянного усовершенствования своего клинического мышления. И этот путь меня привел к тому, что я вижу сейчас пациента в его конечном результате, что я хочу от него получить. Я больше слышу и больше вижу пациента сейчас. Так я уже работаю последние 12 лет из своих 28 лет практики. Но я очень долгое время так не работал. Я об этом сожалею. Но это в целом не только моя, как говорится, вина в этом. Сейчас могу сказать, что в целом многие к этому пришли. Раньше у нас было очень четкое разделение. И сейчас думают, что ты должен заниматься только хирургией, тот должен заниматься только ортопедией. Но проблема в синтезе в этом. Как сделать так, чтобы специалисты друг другу не мешали? Я тут согласен частично, а частично нет. Объясню почему. Ты главврач своей клиники. Клиника Фодерис. Это находится на... Москва-Кунцевская. Москва-Кунцевская. Ты сам себе хозяин. Ты сам вправе выбирать то, чем ты хочешь сейчас заниматься. А допустим, есть руководители клиник, где они это построили как бизнес. И они говорят, вот ты хирург, занимайся вот этим. Вот ортопед. Что-то там общайтесь, как-то сами там придумайте. Вот там еще есть, оказывается, терапевт. Иногда про него вообще забывают. Как бы там... И вот не получается. Я полностью согласен, что стоматолог должен быть именно стоматологом. Он должен во всем в целом разбираться и понимать, как пациенту помочь. Но сейчас тенденция такая идет. Каждый там пытается ухватить что-то свое. И вот он... Лишь бы он свое сделал, и вот все. Я вот там нарастил кость, поставил имплантат. А дальше вы уже сами разбираетесь. Вот в этом-то и есть проблема. Проблема. Я с тобой согласен. Я являюсь в некоторой степени заложником того, что я организовал эту клинику. Ну, как я организовал? Это немножко не совсем так. Это семейный бизнес. Я имею в виду как специалист. Стоматологическую часть я организовал. Да. И в некоторой степени оказался заложником того, что мне нужно было в этой клинике притворить качественное лечение, качественную помощь. Я не бизнесмен. Я себя не считаю бизнесменом. И вряд ли я когда-либо им был и уже, наверное, никогда я не стану. Я специалист. Я себя считаю специалистом. Я хочу быть хорошим специалистом. Может быть, с точки зрения организации у меня было что-то неправильно. Потому что я замкнул на себе всю клинику. Всю клинику. И без тебя уже этот механизм не мог раскрутиться. Да. Вот я стал заложником того, что я хотел это выше, выше и выше и выше брать такие круче, сложнее. Барьеры. И мне пришлось как раз освоить ортопедию помимо хирургии, которую я уже практиковал с 1996 года, практикую с 1996 года. потом функциональную стоматологию. В некоторой степени я также и углубился даже в такие специальности, как ортогнотическая хирургия, допустим. Почему? Потому что когда я стал интересоваться функциональной стоматологией, меня вот этот путь занес в ортогнотическую хирургию. Я даже хотел и это тоже освоить. Я это помню. Но я понял, что... Ну, я тогда был еще молод, мне было где-то 35-36, я понял, что это уже... Это невозможно. Да, это невозможно. Я думаю, технически это возможно, но это сложности. Я организовал в клинике дневной стационар, я организовал анестезиологическую службу у нас. Все это у нас и сейчас есть. Мы уже почти, по-моему, 15 лет уже работаем с анестезиологом, у нас по вторникам именно операции под... Под седацией. Вот. Это все именно из-за того, что из-за своего максимализма. Возможно, это ошибка, скорее всего. Но именно это привело меня к тому, что я стал стоматологом. Не хирургом, стоматологом хирургии ротовой полости. Я практически все операции выполнял и выполняю по хирургии ротовой полости. А именно стоматологом. То есть с акцентом на функцию, на эстетику, на правильную позицию имплантанта в полости рта. А может быть и не только имплантант, в целом коронки, как она должна быть расположена в полости рта, с какой анатомией, ну и так далее. С какими контактами? С какими контактами? Это отрицательный может быть мой момент, что я слишком сильно на себя сконцентрировал эти специальности. Возможно, отрицательный. Но я считаю, что это для моей практики. Это мой когда развиваешься, это же логично, когда ты начинаешь изучать. Это мой путь. Он где-то был осознан, пройден. Какие-то вещи появились в моей практике. Случайно, неосознанно, но понравились. Это про лазер случайно? Нет, не про лазер. Нет, не про лазер. Я просто видела, вдруг это случайно. эти направления осваивал и, в общем-то, внедрял свою практику. Хотя у нас в клинике одновременно со мной выросли несколько очень отличных, хороших врачей. Сейчас у нас есть отличные эндодонтисты, реставратор. Ну, просто супер. Мы вместе проработали 20 лет, почти 20 лет, и я сейчас восхищаюсь, как наша Мария Валерьевна Иванникова восстанавливает зубы. Я не могу отличить, где граница реставрации, где граница ткани зуба. и те зубы, которые идут под реставрацию, допустим, я даже иной раз даже сомневаюсь. Может, это свой зуб, Это зуб, да, надо было. Да, я вот недавно ее поблагодарил за это, за этот пройденный сложный путь. В общем, мы росли вместе. Эта клиника так называемая бутиковая, как сейчас очень принято говорит. камерная, камерная, бутиковая такая, она заточена не на поток, в общем-то, мы заточены на качество, мы и сейчас хотим видеть среди нас хороших врачей, мы занимаемся их или пропагандируем их, чтобы они образовывались, чтобы они часто обучались. Я очень часто спрашиваю наших врачей, а был ли он на этом курсе, на том курсе, на этом конгрессе, на втором конгрессе и так далее. Но при клинике еще надо сказать людям, что есть обучающий центр. Был. А уже нет. Да, был. Я очень долго, ну, ты же знаешь, я преподавал еще в университете в своем время, 11 лет своей жизни, да, посвятил преподаванию в Московском медико-стоматологическом университете. как раз я преподавал интерном, ординатором, и первые врачи появились именно оттуда. После дипломной? После дипломной образования, да, именно из МГМСУ. Ну, не МГМСУ, а именно из моей преподательской деятельности, из МГМСУ, да. Ну, то, что закрыл обучающий центр. Да, я почему закрыл обучающий центр, честно говоря, я этим увлекался, мне еще повторюсь, да, очень долго увлекался. У меня одна из первых клиник, по-моему, да, которая транслировала операцию непосредственно в кабинет, обучающий, вот такой у нас был кабинет на 12 посадочных мест. В операционной камере была Специально я купил камеру в Германии для этого, в общем, все это настроил, ко мне уже из Манеки направляли интерно-ординаторов на эти курсы. У меня был свой курс по хирургии. В общем-то, я это долго делал. Но потом как-то я немножко подустал. Время ты очень много кюри делал, насколько я помню. Хотя я когда пришел, по-моему, уже не так много. Меньше. Не так много. Я не считаю, что метод кури это такой. Это одно время был такой хайп. Я знаю, все начали делать. И в целом у него есть, конечно, свои позитивные какие-то моменты, но и отрицательные тоже есть. Поэтому тут многие побаловались и потом поняли, что все-таки это травма. Травма довольно-таки не маленькая. Хотя в каких-то моментах даже по сей день может вырулить ситуация? Я, по-моему, из России был во втором потоке докторов, которые к нему ездили. Он тогда был очень популярен в мире. Ну, как нам рассказывали, в мире популярен. И мы ездили к нему учиться. Конечно, для нас это был космос, как брать блок из ткани, пересаживать. И он такой давал довольно быстрый эффект собственной кости. Не нативной, извините, а собственной нарощенной кости. Я работал, я немало оперировал по кури, но я отошел от этой методики. Потому что в моей практике появились и другие методики косо-направленной регенерации. А сейчас я от этой методики немножко отошел. Я сейчас не так часто. имплантаты байкон или пока нет? Я сейчас я от этой методики тоже отошел на последнюю пластику космику направленной регенерации. Я, наверное, сделал где-то месяцев 6 тому назад. Сейчас я больше, конечно, предлагаю пациентам более легкий путь решения. Это импланты под углом, причем никоим образом не уменьшая эстетическую часть вопроса. Это импланты непосредственно нативную кость со свободным сельнеткантом трансплантантом. Сейчас у меня почти 100% операции это имплантант плюс свободная мягкотканная аугментация. То есть 90% случаев я решаю эти проблемы таким образом. Если, например, имплант оголен на 3-4 витка, для меня это сейчас не является какой-то проблемой. Это не обязательно закрыть костную ткань, но это обязательно нужно закрыть плотно соединение тканом трансплантанта. Полностью поддерживаю. Я наблюдаю своих пациентов, я вижу очень стабильный результат, меня это радует, это легко воспринимается пациентом, это быстрое решение вопроса, это сохранение в принципе физического здоровья пациента, правильно ты заметил, это меньшая травма, ну практически. Практически. Скажем так, это не всегда тоже везде возможно, потому что иногда наши костные условия диктуют так, что мы не глубже не поставим не под углом, все-таки нам приходится восстанавливать какие-то я одного, например, удивляться, как я это не видел это раньше. Где были мои глаза? А я вот, вот надо было с байконом познакомиться. Это наверное будет следующий этап. Мы с тобой когда потом после подкаста ты посвятишь меня в эту тему. Я переехал в Москву в 96-м году. Я закончил Ереванский государственный медицинский университет, факультет стоматологии. Я приехал в 96-м году в ординатуру в Московский медико-стоматологический университет на кафедру челюстной хирургии хирургической стоматологии. Научитесь. Да, 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 научитесь. Я прошел ординатуру. Два года было, Два года тогда было. И знаешь, что самое интересное, я два года учился, думал, я должен стать челюстной хирургом. Я в принципе туда и поступил, чтобы стать челюстной хирургом, но мне сдали диплом хирурга-стоматолога. Я отдельно или еще раз да, по-моему, еще раз надо было пройти ординатуру по челюстной хирургии. Еще два года. Какая-то там неразбериха была вот с этим специальностями, кто может, кто не может, кто имеет право, кто нет. И после я остался в аспирантуре на той же кафедре. Не решил все-таки поступать на челюстной хирургом. Я в принципе это была моя мечта. Вообще, если вообще идти туда дальше в прошлое, я не хотел стать стоматологом. Вот с этого надо начинать. Я из семьи врачей. Мой отец был хирургом, к сожалению, сейчас его нет. Мне было 16 лет, когда он ушел из жизни. А мама терапевт. Слава Богу, она жива-здорова сейчас. И меня всегда его образ отца хирурга восхищал. Я даже помню, что я одевал его хирургическую форму тайком от него и ходил дома по квартире. И себя, это было у меня, наверное, 14-15, чувствовал себя хирургом. Я один раз попросился к нему на операцию. Он долго не хотел, чтобы я, долго не хотел меня брать, но в конце он согласился, и мне стало плохо на этой операции, но я все равно не отошел от своего желания. И когда встал вопрос о том, куда мне поступать, он уже знал, что я хочу идти в медицинский по его стопам, он сказал, ни в коем случае ты не станешь хирургом. Ты если даже пойдешь в медицину, ты пойдешь в стоматологию, но не в хирургию. Не в общую хирургию. Это очень тяжелая специальность, это очень такая отнимающая здоровье, специальность. Он был ургентным хирургом, он работал в институте скорой помощи там в Ереване с академиком Авдалбекяном в его институте он работал. я помню, что он очень часто дежурил, очень часто, даже если он не дежурил, тогда было понять, такой резервный хирург, то есть его могли вызвать в любой момент, ночью, и он был обязан встать и уехать оперировать ночью как резервный хирург, видимо, поэтому. А он видел, что я уже восхищаюсь этой профессией, я хочу, я рвусь, и вот как-то так. И когда в год поступления, в этот год летом он ушел из жизни, я не захотел, ну, скажем, в общей идти, нет, и идти против его воли, я пошел в стоматологию. До третьего курса я очень не нравился, там же общий, да, еще до третьего курса все учатся в общей медицине, да, такие предметы одинаковые, что на лечебном, что на стоматологическом, как-то мне как-то не понравилось, что до третьего курса вот так я учился. Я нормально, я хорошо учился, я хорошо учился, но такого энтузиазма, что да, вот, ну, я же буду стоматологом, да. А потом, начиная с четвертого, пятого курса, я, когда уже стал вчитываться вот в клинические уже учебники, мне это стало интересовать. В принципе, я подумал, а почему бы я, а почему я не могу стать хирургом в челюстницу области стоматолога. И поэтому я и решил пойти в челюстницу в хирургию. Насколько я знаю, вот в то время в Армении, по-моему, там не было разделения хирург-стоматолог и ЧЛХ. По-моему, нет. Да, а вот здесь, в России, насколько я помню, было вот это разделение. Ну, для нас тогда, в 90-е годы, в 96-м, в 97-м году Москва была это последняя инстанция в этой специальности. Вообще, лишь бы попасть сюда, в институт, и ты сто процентов станешь специалистом. Такое у меня было, во всяком случае, представление. Но потом, когда я приехал в Москву, долгое время я, в общем-то, об этом мечтал, о челюстной церкви хирургии. Я даже специально попросился в 36-ю больницу. Работал я в отделении со мной очень уважаемым Араса Аркисовичем Ханзратян. Это мой наставник. С Асланом Течиевым это тоже мой наставник. Шикарнейшие они хирурги в травме. Это, ну, травма, я не думаю, что у Ханзратян высокого уровня. там по уровню ЧЛХ, мне кажется, выше, чем везде. Да, и я очень многому научился у них. И я уже в 25 лет свободно делал остеосинтез, я оперировал сустав, все я делал. Ну, имеется в виду, в рамках травмы имеется в виду, все я делал. Он очень легко делился своими знаниями, помогал. Они, то есть, помогали без каких-либо, в общем-то, таких вот трудностей между наставником и, да, бывает так, между обучающимся. Я вот шел, и где-то к концу ординатуры я почувствовал свою звездность, что я уже много чего умею. Ну, конечно, я ошибался, сильно ошибался. Вот. Потом получилось так, что... Это вот на момент два года обучения в ординатуре, Или уже после? И два года обучения в ординатуре и в аспирантуре. А, и в аспирантуре. Я еще успел побывать в госпитале, железнодорожном каком-то госпитале, ведомственное, и даже онкологию, я там, головой-шеей, там тоже я стоял и помогал врачу. Я хотел в челюстовую хирургию освоить все. Я думал, что я хочу еще и пластику освоить. Вот я все хочу освоить. Для меня это вот все-все-все-все-все-все. Да, даже сосудистую, микрососудистую хирургию. Но посмотрев один раз онкологическую операцию, то есть не посмотрев один раз, и посмотрев и поучаствовав. Потом пластическую операцию, лифтинг, фейслифтинг ассистировал я. Я понял, что я этого не хочу. Я этого не хочу. Ну, не нравится. Ну, как-то это меня оттолкнуло. Особенно пластическая хирургия, ну, как-то это далеко от медицины. Я все-таки хочу быть врачом. Я так себя, это мое было тогда мнение, это мое мнение. Я ничего против пластической хирургии. Абсолютно нет. Пластические хирурги не пишите ничего плохого. Все отличие. Я так себя не понравилось. Все-таки патологию лечить. Я не хочу лечить здоровых людей, хотя в пластической хирургии тоже вопрос. Здоровье или не здоровье. Может быть, человек психологически так себя не воспринимает, что просто необходима пластическая операция. То есть мои представления немножко были в общем-то сначала ожидания были большие. А уже в реальности на земле уже получилось по-другому. А потом мы пришли к чему-то узкому. Кандидатская в этот период была? Кандидатская да, я защитил кандидатскую. А тема какая была? Тема у меня была по гнойной хирургии. По гнойной хирургии я защитил за... То есть аспирантуру я прошел за два года, два месяца и защитил раньше срока. Я был один из немногих, которые не все три года проходили аспирантуру и даже сэкономил. Я помню, я был как иностранец, я еще тогда был иногородним, иностранцем, получается, и с другой стороны. Я не попадал никоим образом на бесплатную аспирантуру. Я сэкономил один год обучения. Это тоже стимулировало меня быстрее защитить. Редко что, когда они соглашаются, раньше времени нет на подтверждение? Они не то, что даже мой руководитель Виталий Сергеевич Агапов, он даже гордит, я помню, как он гордился мной, что я за два года два месяца даже ставил меня в пример своим сотрудникам, которые ныне работают на этой же кафедре, он уже покойный, Виталий Сергеевич Агапов. И я один из первых аспирантов был, который во время защиты диссертации не читал по бумаге. Я рассказывал свою работу. Выделено было там то ли 15, то ли 20 минут на это. И он прямо вот, я видел, как он хорошо себя чувствует, я вот там внизу стою, в МГМСУ, если ты знаешь МГМСУ, там он это зал такой, профессора сидят, как это называется, сверху, сверху вниз они смотрят, и я вот когда смотрел на него, снизу, и он так вот, ему глаза сверкали от гордости, что я не читаю по бумаге, все рассказывал. Потом мы организовали клинику, я это сразу после, это сразу после, как только, вот только-только. То есть ты не успел поработать где-то там в клинике? Успел, да, я в двух клиниках поработал, довольно-таки посредственных. Работа ради работы? У меня нету, не-не, почему ради работы? Я хотел, я и терапевтом работал, ну, как все начинают, терапевтом работал, хирургом работал, но ортопедию я уже начал в своей клинике осваивать. И вот мы организовали семейную, да, я очень короткое время поработал в этих частных клиниках, почти ничего не запомнился из этой работы, и я и моя жена тоже стоматолог, и мы организовали семейную клинику. Ну, ты понял, что хочется свое семейное, какое-то гнездо. Ну, появилась возможность, значит, семейную клинику организовали, очень тяжело было становление этой клиники, я тогда был, ну, сколько мне было, там, 29-30 лет, молодой, ничего, не разбираюсь, ни в управлении, ничего, вот это становление. Это, получается, начало нулевых? Нет. Нашей клинике уже 24, почти четверть века, вот этой клинике, и 20 из них руковожу я. То есть, я в 99-2000 год, да? 2000-2000 год, да, его мы открыли в 2000 году, ну, по-настоящему она стала работать в 2001 году, а сейчас 2024, да, получается, ну, почти 24, почти четверть века, и 20 из них я руковожу этой клиникой, 20 лет уже, то есть, практически, я безвылазно в одной клинике проработал, и со мной, до последнего времени некоторые врачи со мной, ну, вот, два терапевта, они уже 20 лет со мной работают, был у нас ортопед, ушел, он 15 лет с нами проработал, была терапевта, ушла 13 лет, то есть, у нас врачи не так, чтобы у нас нет такого. Нету текучки. Да, это, к слову, я этим горжусь, да, то, что у нас нет этой текучки, мы стараемся, ну, стараемся приглашать хороших врачей, мы понимаем, что, может быть, немножко не дотягивает, приглашаем, и стимулируем на то, чтобы люди развивались. Причем у нас в клинике как? Я немножко отошел от темы, сейчас вернусь. Да, нормально. В клинике как? У нас нет, ну, почти, как бы мы на равных, у нас нет такого подчинения, да, я не люблю это вообще, у меня, это не мое, вот, я терапию даю коллегам на откуп, скажем так, да, то есть, они должны его развивать и поддерживать. Я, пожалуйста, делаю для этого все, все. У нас в клинике стоят три микроскопа, все, что говорит мой коллега-врач, в очень короткое время приобретается, если это необходимо для роста его профессиональной деятельности или ее профессиональной деятельности. Никаких проблем нет, нет, никогда не было каких-то глобальных проблем, что мы это не можем купить, это невыгодно, это такого не бывает. Очень много даже оборудования, которое было куплено и простояло, к сожалению. Бывает так, что, но врач пробует что-то. К сожалению, это бывает. Идет дальше развиваться и получается, что в этом отношении, я не бизнесмен, я признаю, да, в этом отношении это не рентабельно, получается, что здесь была совершена ошибка. Но я опять же говорю, это, эта клиника была создана в принципе не сколько для бизнеса, сколько для того, чтобы я притворил в жизнь своей, скажем, профессиональной мечты, задумки. Ну, вернемся, да, вот. И как только появилась эта клиника, естественно, я больше занимался уже амбулаторной хирургией. Я понял, что я не смогу удержаться на двух стульях, и я должен все-таки углубляться в амбулаторную. Ты мне жалю, что либо ты как главврач, либо я должен уйти куда-то в больницу, бросить клинику и как-то, знаешь, там утром в челюстовом хирургом работаешь, вечером после шести работаешь амбулаторным хирургом. Самые плохие хирурги, это амбулаторные хирурги, это челюстовые хирурги, которые прекрасно могут оперировать утром, но очень плохо могут оперировать вечером в амбулаторный хирург. Это мое личное мнение. Человек устает. Я два-три у вас видеоролика посмотрел, этого мнения придерживаются и некоторые мои коллеги, которые были у тебя в гостях но это невозможно это это совершенно другая область медицины амбулаторной хирургии я больше люблю термин хирургии полости рта парадонтология частности да это такая вот область хирургии полости рта где ну надо свои навыки усовершенствовать усовершенствовать совершенства парадонтологии это основа в принципе на мой взгляд хирургии полости рта и очень самые успешные специалисты хирургии полости рта они вырастают из из брендовара донтологии самый успешный вот я это это мое наблюдение это таки это мое наблюдение это мой мой опыт я пришел в парадонтологию позже в парадонтальную хирургию так скажем не в целом парада а в парадонтальную хирургию то есть челюсть лицевая очень короткое время потом хирургию амбулаторно как называется там резекция до костные пластики и так далее потом только я стал заниматься этим мелким мелким миллиметрами тканей в парадонтальной хирургии ортопедия когда присоединился ортопедия значит да и и сейчас закончу поле историю по через свой хирурги и все на этом я закончил челюстную хирургию я больше уже не стремился попасть какой-то стационар потому что это невозможно теперь ортопедия как раз это тот вперед был становление был нашей клиники когда нам нужен был специалист по ортопедии и два по моему специалиста было насколько я помню которые но в общем то они не тянули на тот уровень который я представлял как какую-то же насколько ты знал как ему должен да и я был вынужден именно вынужден это как раз тот случай когда случайно попал в ортопедию в протезирование освоить ортопедию и я начал осваивать и сначала по необходимости потом понял что насколько это такой богатый мир там очень много очень очень много нюансов еще более тонкие мануальные навыки нужны я так стал осваивать 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 и дальше понял что то что я делаю я делаю не совсем хорошо для это был для меня шок то есть я думал что вот я этого он обточил поставил имплант снял слепок установил то есть имплант не поставил извиняюсь за термина установил имплантант установил коронку и все я думал что наверное это верх куда еще больше ортопедии дальше вот все я уже две специальности мы и когда я через какое-то время пациент ко мне возвращался совсем по другому вопросу я смотрел на свои работы я немножко стыдился честно говоря что я сам инициировал переделку этих родную например форму коронки например совершенно не смотрел на окклюзионную плоскость что что я потерял кривую шпея и так далее так далее это вопрос как это было очень работали ну и больших и маленьких но это было очень короткое время слава богу я это поймал вот эту вот мысль ждал момент что-то не то что-то не то очень быстро потому что благодаря тому что пациенты они возвращались по другим например еще надо установить один имплантан да там какую-то другую работу сделать ортопедическую я инициировал переделку всей работы и сейчас если я увижу какой-то дефект я и с инициирую переделку всей работы совершенно если например это очень короткое время прошло совершенно бесплатно то есть ну для пациента бесплатно как раз вот сейчас идет одна работа которую я просто заметил что есть определенная проблема но проблема не во мне а проблема в материале которые установили да и что-то так там то ли обжиг неправильно прошел то ли что ну какие-то пошли нарушение крик в кристаллах оксида цирконий мы и с инициировали сейчас переделку работы совершенно без но это редкий конечно очень редко очень редко я стал углу глубину стал искать ответы на свои вопросы и вот меня вот этот путь занес функциональную стоматологию это принято называть гнатология не люблю этот термин почему ну потому что как-то он звучит не очень не нравится просто мне нравится функциональная стоматология я специалист по функциональной я врач гнатолог я специалист по функциональной стоматологи в целом я сказал же я сейчас я сейчас считаю себя стоматологом да да я такая есть как логи она же присутствует как это и есть функциональность так скажем уже да есть хорошо да 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 вот аллоги да говорят ну я просто мне нравится больше там функциональной стоматологии я стал углубляться углубляться и был и где-то кто были те самые первые люди кто привели тебе так скажем вот в этом у нас работали ортодонты я помню даже их богатырьков это братья богатырьков вот они вот делали сами делали первые шаги в это функционально стоматологии и как-то я прислушиваясь к их советам ну мы беседовали часто он ходил очень на многие курсы по ну по ортодонте по своему направлению и я понял что я тоже хочу я тоже хочу освоить это направление потому что я чувствую что это мне нужно мы тогда уже там году в нулевых уже купили артикуляторы все это было не своим наш первый артикулятор и мы стали то есть я стал развиваться вот но они потом ушли у меня они организовали свою клинику я стал дальше развиваться потом я захотел какой-то момент ну мы же с прикусом работы вот ортогонотическую хирургию то есть вернуться в через свою хирургию но я понял потом что это не совсем правильно и после этого когда я здесь несколько курсов прошел по функциональной стоматологии в том числе уважаемого мной врача антоника михаил михайловича я понял что я пока не поеду за границу обучаться первоисточнику да я наверное это невозможно здесь в россии освоить так как это нужно я уехал штутгарт учиться я поступил в штайнбайз университет имени фердинанда фон штайнбайза штутгарте к сыну славичика грегору это был переломный момент моей жизни это где-то было 11 по 12 год я там учился два года и там же защитил мастер тезис и у меня появился появилась еще одна академическая степень это магистр точных естественных наук мастеров сайс по стандартам болонского процесса вот то есть у меня еще такая вот есть через такое вот звание но не звание степень извините в степени да ну вот год было обучение нет там было два года обучения это же не горы на обучение или нет мы туда летали я туда летал раз полтора месяца практически на неделю было на две недели вот так вот семинары какие-то добыли семинары лекции там но на целой неделе ты едешь туда на целую неделю и год еще то есть к двум годам плюс еще год подготовка этого мастер тезиса ну как наша диссертация по кандидатской защита это же наверное не обязательная была или она была обязательна обязательно а это обязательно ну как ты ты бог не защитить еду кто к ним уезжает на обучение он обязан нет не обязан а вот в начале если желание ты можешь так сказать если есть желание в начале он спрашивает кто спрашивали то есть они кто хочет допустим еще вести научную работу я согласился я написал научную работу на английском языке за шесть месяцев и и также докладывал тоже на английском языке и немножко поднял свой английский за это мы сейчас уже не подзабыл конечно поднял свой английский желание такой путь у меня так еще и с какими терминами там я уверен то наверно такие термины что еще на английском язык сломаю я как раз попал туда сразу после увольнений за мгмс то есть я уволился за мгмс и у и как преподаватель и я уехал двери открылись да да я я понял что надо что-то менять обязательно потому что я как-то топчусь на одном месте мне надо что-то менять ну я конечно уже в хирургии хорошо себя чувствовал хирургии полости рта имеется ввиду в то время вот эти вот операции нас ты год ты ушел до нулевых годах я там большей частью конечно хирурги занимался вот эти операции курии синус направлены ну синусы это да это были первым но установлен имплантант это была астра ухты даже не конмет я их ехал покупать нобель но завернул в дверь до этой конторы сейчас не 2 эту контору q и значит купил астру она мне так понравилось тогда эта система но потом конечно я много систем поменял и в общем то я сейчас можно сказать где-то около 7 систем попробовал да и сейчас на чем-то одном остановился да я сейчас на шикарной системе работаю на очень не нравится называется она сик имплантанты шили это швейцарская система швейцарская немецкая шикарная я уже более десяти лет пользуюсь этими такие преимущества может вкратце винт винт который винт ортопедический ортопедический винт который фиксирует аббатмент к имплантанту они они разработали такой винт который не развенчивается или развенчивается крайне редко крайне редко одна из болезней многих систем не будем называть по именам то что винт росла через какое-то время винт и аббатмента может расслабиться ты должен переделать всю коронку или сделать винтовой фиксации не работают работают а народу да я имею в цементной фиксации когда цементная фиксация да это уже ты ты попал и да тебе приходится и причем например ты установил коронкой через год полтора он расшаталась даже если ты все это сделать не даже от ты делаешь все по протоколу да ты закручиваешь этот винт ортопедический 20-25 ньютонов как по показаниям рекомендациям производителя он расшатывается и тебе приходится просто переделать коронку это мне кажется ну не то что бы я уверен что это на имидж клинике имидж врача отрицательно сказывает конечно усик да усик есть и отрицательные и конус и конусное соединение конус моза и плоскостной но я больше работу с плоскостным зачем это хорош почему удобство ортопедического протокола для меня в плоскостном больше именно в этом именно в этом друзья напишите пожалуйста ваше мнение вы за конус или за плоскостной соединение просто на самом деле действительно есть категории людей которые за плоскость и и законность но ты очень долго работал на ксаве там разве не конус был нет оксаве только плоскостно только плоскостно все тогда тут получается ты уже просто привык я на и на анкелозе работал я и на анкелоз там такой чересчур такое соединение у них конечно конус морзе настоящий конус морзе когда ты не сможешь снять аббатмент просто руками надо или винт экстрактор применять или шепцы брать применять тогда я знаю как сейчас твой анкелоз тогда не был винт x винта экстрактора да и конус морза и у российской системы ирис то что называется ли кода ликой лирис лик на ликой лирису но никто же там это продумано там конус все-таки морзе разъединяется с помощью винта экстрактора то же самое есть и секунду тоже есть конус морзе но мне удобнее мне удобнее плоскостным проблем нет получается да то есть в плане разве чего не абсолютно еще какого-то хитрого за люда вот я хотел что-то типа наподобие винта розан господин шилли это вот разработчик этого импланта он имплантата он работал раньше в штравмане и он собрал всю информацию со всех систем на тот момент когда он хотел свой свой собственный имплантант разработать все отрицательные положительные стороны всех силу европейские плюсы и минусы систем и увидел что во многих системах есть эта проблема развинчивание аббатмент из-за этого врачи очень часто отказывались от от того чтобы применять то есть линду или систему имплантантом которых раз развинчивается винт и он специально сконцентрировал свое внимание на этом по техническому решению этого вопроса и они решили этот вопрос они разработали такой винт аббатмента который практически не расшатывается годами ты можешь его ну что конусный какой нет я не знаю на самом деле я не знаю есть там это какая-то лентона там есть секрет я не я действительно нет это просто они пишут что это одна из достоинств этого этой системы я когда выбирал его я именно обратил на это был ведущим признаком то что ты просто хотела своей работе исключить это совершенно скажем это тебя триггер это крайне неприятно когда ты играть и по пациент звонит год у меня расшаталась корон это это ну просто ну ну катастрофа я что я чуть плохо себя чувствую но приходится пациента срочно принимать потому что ты понимаешь если ты сейчас ошибка да ну это конечно расценивать скаты если сейчас не пришлось сломаться винт может даже стенка стенка совершенно верно стенка им план у меня было пару так идет резорпция костной ткани то есть там это череда осложнений которым я трогенных осложнений которые мы могли не быть могли не быть это очень я считаю очень серьезно как минимум если у тебя уже вот это кольцо до которую тебе там зажило да она уже разъединяется травму и вот вся работа как будто насмарку в конусу морзи этого кет в конусе морзи нет там там вид не вне винт определяющий да в этом он преимущество преимущество его но главное ты нашел то что да мне нравится нравится плоско шаблонами работаешь только три ваших пилот а только пилота у них нету набора под полный протокол есть есть набор потом полного протоколом у меня шаблон отечественные извиня система для изготовления шаблонов нельзя иметь это имплант ассистент а это пилотное такое вот фредди фрезерование как почему потому что я сказал что я сто процентов случае практически я выполняю открытую хирургию и у меня подсадка соединительной ткани и и у меня есть ну во первых я не всегда скажем могу доверять шаблону а руки руки могу доверять поэтому я тоже может я иду на пито я иду на пилотная подготовку через шаблон даже понимаешь если хорошие сверла и условно там мягкая кость у тебя все равно может пойти чуть-чуть угол не так и ты даже это вообще просто не заметишь шаблоне нет если я говорю у меня шаблон сто процента применять только на пилотном не имею ввиду если ты делаешь имплантацию через полный протокол ты понимаешь что если у тебя втулка твоя зашла в кольцо то ну ты в правильном управлении как это который ты планировал да но единственный момент что может он чуть-чуть отличаться допустим когда то что было на калкота и там сопоставили там могла быть какая-то ошибка в сопоставлении но она может быть минимальная но когда ты работаешь допустим сначала пилотным ты прошелся ты же не обязательно что этим пилотом проходишься там на всю длину как правило ты этим пилотом проходишься там ну там на одну треть какую-то вначале а потом берешь уже стандартное сверло и уже начинаешь сверлить и в этот момент и все равно можешь если давай несколько ставишь и не в этом про один имплантат но мы веду если нескольких подряд то у тебя там вот может быть какой-то вот разность угла ты имеешь ввиду когда ты отложил шаблон ну да естественно если пилотными прошел только ты живу уже откладываешь ну и дальше уже смотри отчасти я могу с тобой согласиться отчасти нет ну во-первых ну есть еще и опыт врача до 100 процентов это тоже надо учитывать начнем с того что не всегда то что выдает мне томография плюс планирование является правдой шаблону на земле как говорится является то что ты видел на кт как тут я оставил установленный план ты понял да 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 я тут согласен там была картинка 1 до открывать сейчас а сейчас ты открыл другая вроде шаблон сел хорошо во рту вроде ты сейчас у меня все есть для изготовления шаблона это принтеры это программа характеристики сколько должно быть там расстояние в сайт и так далее как должен полимеризоваться шаблон я все через это прошел может быть я неправильно полимеризую шаблон после его принтования да и может быть нет не тот зазоры фото полимер может быть я все через это прошел вот и ну нет полного доверия то что ты то что ты видишь перед операцией когда ты планируешь что будет на самом деле я не я не говорю что это все точность очень сейчас у меня пилотная в подготовка очень высокая точность но бывало что точность чуть-чуть бывает до шаблоны было бывает и тогда поэтому помни тогда а если например ты идешь через закрытую хирургию и вот это никогда не точность не не видишь такого никогда не иду и никогда не советую никому то есть от поступки за я всегда открыт открыт но тогда в чем тогда смысл получается идти до конца сейчас я закончу мысль дебаты дипа потом я сейчас пользуюсь не стандартными фрезами из набора у меня сейчас сто процентов операции это набор дэнса то все дэнсификации а когда кость конденсирует совершенно верно и на нижней челюсти то же самое очень часто очень часто то есть где я не видел пока что в россии не работал не фрезами но я знаю что нету на полного протокола под них нет есть в армии в америке саниша говорят здесь дэнса выпускает навигационный набор но я не видел его в россии но мне принципиально работать именно ими дэнса да я особенно верхней челюсти только дэнса для у меня это оси оси дэнсификации обязательно я не работал то есть я вынужден уже отталкиваться отталкиваться от того что я применяю своей работе там целая философия наш соотечественник очень уважаемый по моему я забыл как его зовут пусть он меня простит если он сейчас слышит он очень уважаемый он как раз он читает лекцию на эту тему вспомню скажи ну вот каст извини пожалуйста это вот он читал лекции в вальтракор вальтракор да есть такая я знаю да да но верма подскажу кто который продает имплант а я думаю ребята наверно сейчас понимаю таком идет речь наверное уже где нибудь здесь внизу на я взял следов и мне очень понравилось вот вот это вот философия возрасту дэнсификации это второе вторая причина почему именно у меня пилотная но третья причина я сказал мне принципиально восстановить архитектонику десны ну то чтобы сайт кон архитектонику альвеолярной части это или что-то из методики айдер да непосредственно да там костный блок стубера вместе с меня или чисто соединительный ткан и трансплантант то есть практически я провожу и костную и сейчас я провожу вкусно но и такая минимальная такая минимальное вмешательство с точки зрения травмы пациента что что поэтому я и не применяю полный протокол хотя ничего против полного протокола абсолютно но как мы уже были да это чисто исходя из тех инструментов которые я применяю ну вот да вы все уперлась вот набор дэнса но нету не на россии аналогов так я бы до дэнса аналогов таких кашки пусть интеграция вот все сервис лекации извини я вот что вспомнил мы конечно отвлекаемся от нашей темы но я думаю не страшно да 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 я помню я когда к тебе ходил на обучение ну так скажем на ассистирование до обучать обучался и на тот момент у тебя был панорамник да и но я уже помню что на то время вот к ты уже вот потихоньку там уже все начинали делать как бы я всегда спрашиваю почему там будет не одни не купишь там кота или не направишь пациента на кота ты всегда говорил на то момент что в этом нет необходимости многие переоценивают кт и используют его так скажем не всегда много используют не всегда когда нужно и но потом через какое-то время ты приобрел кт я ошибался вот тут может быть тоже самое шаблон я ошибался я я ошибался потому что видимо я был тогда эгоистом у меня стал панорамник да и раз у меня стоит панорамник зачем не отправлять я ошибался мы и сейчас скажу уже у нас в клинике уже лет десять стоит когда это давно не только да ты но и цефалостат это же наш для наших функциональных и для ортодонтов и для наших пациентов по функциональной стоматологии я ошибался потому что без кт сейчас работать очень сложно без того невозможно мне до лично мне очень сложно ну во первых я уже имея панорамник когда я отвечал на твой вопрос до после этого я все-таки стал направлять на к ты особенно когда я уже подсел на навигационную сюда ты даже только начинался до навигационного пилота тогда был необходимостью вот это к ты то есть я уже стал направлять потом я понял что без навигатор без кт я не смогу правильно диагностировать все то что мы диагностируем сегодня сегодня вообще мы без кт это ну у нас сейчас режим есть в кт эндодонтический то есть мы всю эндодонтию даже мы через к то через к ты от меня не складывать такое ощущение вот когда были времена то скажем панорамника это было что-то олдскульно и у тебя когда ты открывал то сказать да там костное поле и всегда могло бы все по-разному и ты в этот момент всегда решал ты сначала планировал одно и ты сейчас меня что-то другое часто так а сейчас у тебя как робот ты все знаешь вообще наперед у тебя даже есть распечатки что тебе нужно сделать какую фрезу тебе надо сделать не ставить ли это вот хирургов нынешнего поколения в какой-то такой момент когда они становятся супер протокольные но это ведь хирурги такая профессия где ты не всегда должен придерживаться прямо протокола ты иногда должен уметь и понимать в какой момент ты можешь свернуть как-то по-другому сделать когда был панорамник очень часто когда мы открывались и думали что мы будем работать по одной схеме а получается мы должны включить голову по говорится немножко по внимательно работать уже по другой схеме когда появилась к т у нас диагностика стала более точной а сейчас она очень тщательно и диагностика это основа всего ну основа успеха твоего лечения ну процентов на 60 70 диагноз правильно правильно диагностика да ты даты должен очень внимательно тщательно отработать всю операцию складывая картинку к т у нас еще есть внутри ротовой сканер скан то есть мы проработать всю эту операцию в уме в программном обеспечении только после этого это все предварительно как бы в операционной ну я нет что значит протокол ну протоколы да они в общем то должны наверное быть но мне кажется в нашей специальности и будет будет всегда импровизация будет всегда импровизация то есть но это не но на сегодняшний это не такая импровизация что прямо вот и перевернул эту хирургию прямо во первых на операционном столе все наоборот такого не бывает уже давным давно не бывает то есть может быть какие-то элементы я должен надо чуть-чуть добавить до какие-то в эти но это не какие-то такие знаете где-то скрытого щекать там все в медсестра тани или оля или они не знаю кто там разворачивайте на другую операцию такого нет такого не бывает такого не бывает и слава богу то есть какие-то импровизирующие элементы до должны быть они это кажется до этой жизнь даже и нужно наверное надо то что ты если ты будешь все время придерживаться от этого протокола да это он должен быть у тебя в схеме в уме он должен быть но считаю что до протокол за забора костной ткани аутогенной костной ткани должен быть протокол подготовки ложит должен быть потом протокол работы с мягкими тканями скорее всего в голове должен быть должен был всегда какие-то с кем они должны быть но у тебя всегда есть твой твой интуиция то есть врач стоматолог он должен должен врач должен быть думающим обезновать любой врач должен быть думающим это клиническое твое мышление твою клиническое мышление ты развиваешь всю жизнь как раз функциональная стоматология не она про это сейчас мы что это и поговорим на листом от аллогита это про сустав это про протезирование вот это в бедного славичика стала имя именем нарицательным да вот славичикист не славичикист и так далее до славичикист не словечет а это что такое функционально что такое вообще славичик или не славичик до лифон нейромышечно стоматология это первую очередь это развитие клинического мышления вот чему учит функциональная стоматология то есть ты лечишь пациента ты не лечишь отдельно взятую скажем дефект в полости рта дефект зубного ряда имеется в виду или там кости благодаря этому у меня количество тяжелых таких объемных операций резко сократилось когда стал заниматься функциональности и стал шире смотреть на пациента и чёрче видеть конечный результат это стало легче это стало легче ну что тогда наверное начнем с презентации и начнем потихонечку начнем разбираться вообще да и нас в целом да мы в целом мы сегодня ну ты меня пригласила так как ты по телефону сказал да что ты бы хотел услышать немножко больше вот как раз по функциональности по этой как правильно определить на реку сдату из центральное соотношение вообще что это почему это не два слова немножко в целом у прикусе функционально стоматологии как я сказал функционально стоматология она обучает клиническому мышлению это важно в конечном то есть какой конечный результат мы должны увидеть очень важно когда я стал развиваться в этом направлении очень многие манипуляции не стал уже применять у пациента я уже об этом рассказываю вот этот путь по функционально стоматологии этот путь помог мне стать кем кем-то кем я являюсь сейчас и вот тот уровень который я сейчас имею в своей профессии мне он нравится ко мне сейчас много поступает пациентов требующих тотального протезирования ко мне сейчас поступает много пациентов которые не подозревают что им нужно тотальное протезирование то есть ты должен об этом объяснить и рассказать да что вам нужно тотальное протезирование ко мне сейчас поступает пациенты которые которые жалуются только на суставные патологии и которые не знают, что им нужно тотальное протезирование, чтобы поддержать тот результат по суставу, который мы добились. Ко мне сейчас поступают пациенты с мышечными болями, о которых они не знают и которые требуют окклюзионного вмешательства, окклюзионной терапии. Возможно, и с тотальным протезированием. Ко мне сейчас поступают пациенты, которые думают, что у них проблема стоматологическая, но она больше не стоматологическая, а лежит на плоскости, возможно, психотерапии. Такие тоже пациенты есть. Все эти пациенты требуют знаний функциональной стоматологии и требуют знаний в манипуляциях, в мероприятиях по функциональной стоматологии. Я сейчас хочу показать одну пациентку, очень красивая девушка поступила к нам с жалобой на эстетику, эстетику, стираемость зубов. Но ей больше хотелось восполнить один отсутствующий зуб. Один отсутствующий зуб. Это, по-моему, сейчас, если мы пройдемся, полистаем дальше, это будет седьмой зуб, нижний зуб 3, в позиции 3,7. Она была в очень таком раздражительном состоянии, с довольно такими серьезным болевым синдромом. Но она не жаловалась на это, нет? Она жаловалась на отсутствующий зуб? Она жаловалась на отсутствующий зуб, на стираемость зубов. Но когда я ее диагностировал, обследовал, оказалось, что у нее довольно резко выраженный болевой синдром мышц. То есть мышечно-суставная дисфункция, мышечная дисфункция. 100% присутствует. Что людям объяснить, нашим коллегам? Это мышцы перенапряженные, гиперспазм мышц с болевым... С синдромом, с болью. И обычно это еще иногда внешне как-то проявляется, да, что мышцы... Внешне проявляется, проявляется даже психотип пациента. То есть они довольно... Агрессивные такие, да. Агрессивные, депрессивные. И с ними очень трудно даже контакт установить. Мы очень много работы провели для того, чтобы просто установить контакт. с ней, просто установить контакт. Когда я более тщательно подошел к вопросу, то есть обследовал всю ее мышечную составляющую, скажем... Ну, тальпация. Да-да-да-да-да-да-да. Я понял, что это все... Здесь явный, значит, бруксизм. Основой бруксизма является психоэмоциональное напряжение. Это борьба со стрессом. То есть бруксизм — это не патология, это борьба организма... Это защита от стресса. Это защита от стресса. И у нее все характерные признаки бруксизма были. Ну, например, какие характерные признаки бруксизма мы знаем и которые... На которых мы должны обратить внимание. Это, естественно, стираемость зубов. Это частые переломы реставрации, которые обязательно должны врача... Насторожить, особенно сколы, особенно расшатываемость, о которой мы говорили, коронок на имплантах. Новые реставрации, которые почему-то скололись. Да. Вот очень быстро. Хотя так не должно было быть. Не должно было быть. Напряжение, усталость. Вот первые три... Да, и повышенная чувствительность зубов. Вот это первые истираемые зубы, частые переломы, повышенная чувствительность зубов. На первый взгляд, интактный зуб, но он может болеть и давать такие, очень похожие на пульпитные боли. Некоторые врачи... Путают. Путают и совершают врачебную ошибку. Депульпируют. Депульпируют этот зуб. Напряженное напряжение и усталость с жевательной мускулатурой, особенно по утрам, с миалгией или без нее. Это определяется с помощью пальпации, гипертрофии мышц. Вот вид вот этих мышц. И просто вот контуры этих мышц даже могут быть... Ощущаться, видно, совершенно верно. Головная боль, хроническая боль, мигрирующая особенно в челюсти на своей области. Экзостозы на вестибулярной поверхности и внутренней поверхности... Вестибулярной поверхности верхней челюсти и внутренней поверхности... Но не всегда это может быть. Не всегда, но это является признаком. Интересно. Ну и рентгенологический признак. Это форма, контур нижней челюсти, там, где прикрепляется, собственно, жевательная и внутренняя крыловидная мышца. Он такой вогнутый получается. Это является также признаком гипертрофии мышц, спазма мышц, гиперактивности мышц. Ну, то есть... Что они постоянно работают. Груксизма. Вот это пациентки были практически все признаки. Ну, обратите внимание на экзостоз в области премоляров и стираемость зубов. Хотя потери высоты может и не быть. Прикуса имеется в виду. Ну, про определение высоты прикуса. Это вообще отдельная тема. Не такая уж и, скажем, на первый взгляд, легкая для освоения этой темы. Но, тем не менее, в общем-то, я сейчас... Скоро у меня будет вебинар на эту тему определения как раз высоты прикуса и как поднимать, как опускать прикус. Мы здесь из-за этого чуть-чуть коснемся? Да, чуть-чуть коснемся. Ну, я говорю, на первый взгляд кажется, что такая очевидная тема, но это не так, на самом деле. Ну, кажется банальной, какой-то простой, но... Вот, пожалуйста, план уже был установлен. И смотрите, мы хирургически подготавливаем пациента до всех других манипуляций в полости рта. Я имею в виду лечение кариеса, я имею в виду... Сначала хирургия. Сначала хирургия идет. Естественно, зубные отложения должны быть удалены перед хирургией, но мы хирургию всегда ставим вперед. В первую очередь. В первую очередь, если нет каких-то, совершенно, если нет каких-то острых процессов... Ну, каких-то гнойных, там... Совершенно верно, да. В нашей клинике это так, хотя со мной могут некоторые там поспорить, нет, там надо все кариесы вылечить, потом и так далее. Это тоже, в принципе, есть. Тоже имеет место быть. Имеет место быть, но я не вижу никаких проблем, что вперед приживлении импланта санацию провести чуть позже. Ну, в нашем случае имплантация тоже и входит в понятие санация. Естественно, конечно. Это какая-то такая черновая работа до той кульминационной, которую мы должны провести. Увидим стираемость. Да, вот на этапе осмотра, дентальных фотографий, фотографий лица, вот мы проводим весь этот фотопротокол. Я сейчас подробно не буду останавливаться, потому что у нас времени не так много. Вот эти признаки нужно найти. Вот эти признаки функциональных нарушений нужно найти. И здесь есть очевидные признаки. Уже есть очевидные признаки. Это я остановился на экзостозах и на явной стираемости зубов. Ну, дальше это у нас уже протокол по пальпации мышц, по окклюзионному индексу. Сейчас будет определение хронической боли. Все это я просто быстро пройду. Это ты все заполняешь. Это я все заполняю. Не сказать, что каждому пациенту я это делаю. То, что с опытом, когда ты уже набираешь определенный опыт, некоторые вещи можно... Ну, ты дифференцируешь. Да, совершенно верно. Чтобы просто сократить время. Ну, так как ты попросил, чтобы была клиническая презентация, клинический случай, я посчитал, что быстренько я пройдусь по этому протоколу, чтобы было понятно. То есть ты отмечаешь себе, где боли, какие боли подмечаешь, все записываешь, чтобы собрать полную диагностику. Дальше мы изготавливаем такие диагностические модели. И по этим диагностическим моделям мы как раз определяем ту высоту прикуса, в котором мы хотели пациенту сделать макет. Да. Так называемый восковый моделирование. Почему нижние зубы уже сепарированы как подработка? Это специально сделано для того, чтобы провести как раз вот это восковое моделирование. Восковое моделирование по последовательной дизоклюзии. Это не Славичек. Это не Славичек. Да, последовательная дизоклюзия. Это не Славичек, вопреки мнению, что это его авторства. Не, я не в курсе, я просто... Я понял, понял, да. Но я говорю, что последовательная дизоклюзия в его школе преподаются, но это не... То есть ты сначала делаешь нижнюю челюсть, получается, моделирование, да? Или она делается... Немного не так. Так, чтобы провести последовательную дизоклюзию, восковое моделирование именно функционально с последовательной дизоклюзии начинается с дистальных отделов. Поэтому... И верхний, и нижний. Каждый зуб, впереди стоящий, прелатеральное смещение... Это мы сейчас делаем для сплинт-терапии? И для воскового моделирования. Воскового моделирования. И для того, чтобы определить высоту прикуса. То есть высота прикуса... Давай немножко остановимся. Да, давай, да. Взятие прикуса, да, вот немножко так. Все-таки немножко разберем. Да, высота прикуса... Это тема не техника лаборанта. Это тема врача. Я высоту прикуса никогда не доверяю технической лаборатории. Я даю ту высоту прикуса, которую я считаю нужным и возможным. Я гипсую сам в нашей клинике модели на той высоте, которую... Ты хочешь, чтобы она была. Да, она именно клинически подходит в данном случае. То есть техник, он не поднимает прикус в моем случае. Не опускает. Не опускает прикус в случае в нашей клинике. Это делаем мы. Точнее я. Ну и наш ортопед тоже, который рядом со мной работает. Как правильно определить? Как правильно определить высоту прикуса? Это немножко длинная тема. Высота прикуса, я постараюсь немножко коротко. Ну да. Высота прикуса, она определяется точно в том случае, если мы сможем выключить работу латеральных корловидных мышц в клинике. В кресле пациента. Как это делается, это достигает, как это клиническое. Это только может достичь, увидеть следующим образом. Если пациент смыкает зуб в одной точке... Вот джига, да, получается? Совершенно верно. Это и есть исключение, не то что исключение, минимизация работы латеральных крыловидных мышц. Когда они полностью расслаблены? Полностью мышцы никогда не расслабляются. Когда они в таком... Да, они все равно в тонусе, ты же открываешь, закрываешь. То есть они находятся в минимальной, скажем так, тонусе функции. Потому что латеральные крыловидные мышцы прекращают свою работу только тогда, когда кондила, головка нижней челюсти, она уже расположена и прижата к медиальным стенкам суставной ямки. Вот тогда они уже заканчивают свою работу, свое сокращение. А как только челюсть открывается, то латеральные крыловидные мышцы, они вступают в действие. Но когда у тебя есть джик и зубы еще не полностью сомкнуты, они все равно в работе. Понятно, да, что я говорю? То есть все равно, даже при определении контакте в одной точке, они все равно в действии. Но ты должен понимать, что это действие, это сокращение, оно минимальное. Я к чему веду, что в любом случае, когда ты не можешь исключить его работу, даже когда у тебя контакт идет в одной точке, повторяемость – это единственный признак, еще раз повторюсь, что латеральные крыловидные мышцы минимально задействованы, но они полностью не выключены. Еще раз, они полностью заканчивают свое действие тогда, когда зубы сомкнуты, находятся в своем привычном прикусе. Но не в центральном соотношении. Это надо понимать. Вот это я преподаю в своих лекциях и так далее. Это надо понимать. В это надо вникать. В это надо вникать. И еще то, что ты определил высоту прикуса во рту, это еще не окончательно. Окончательное определение высоты прикуса в артикуляторе должно происходить. И в артикуляторе совершенно верно. Когда ты дал то расстояние, которое ты получил в полости рта с помощью этого антериального джига, вот этого антериального депрограмматора, скажем так, правильнее так выразиться. Ну, депрограмматора. Переднего депрограмматора, где у тебя должно смыкаться в одной точке. Это не окончательная высота прикуса рабочая, которая должна поступить на стол с техникой лаборанта. Ты еще должен эту высоту доработать в артикуляторе. Мы же не получаем высоту с помощью джига. Мы получаем соотношение. Некоторое стартовое соотношение. Какое-то, так скажем, N-ное положение, от которого мы уже должны отталкиваться. Какой у нас должен быть следующий шаг? Мы должны делать сплинт-терапию, чтобы пациент дольше походил с этим одиночным контактом или нет. И, кстати, еще такой момент. Пациент же должен минимум минут 20 или больше иногда. Это мы уже детали. Наши зрители любят детали. Техника определения. Ну да, пациент должен 20 минут сидеть с вот этим антериальным каким-то ограничителем. Это может быть или ватероли, это может быть или сам этот антериальный джиг. Кто-то делает из пластмасски. Совершенно верно. Самое главное, чтобы жевательные зубы не смыкались, а смыкание было только минимально в переднем отделе и между передними зубами должен быть какой-то ограничитель. Для чего? Высота прикуса, она должна определяться и для воскового моделирования, и для сплинт-терапии. То есть стартовая позиция челюсти, она нужна. Смотри, вот ты, извините, я буду иногда перебивать, прошу прощения у зрителей, у тебя. Вот мы получили вот это положение N, то есть ты его фиксируешь, регистрат, вот пациент накусил, регистрат, переносишь в артикулятор. У тебя есть, получается, какая-то щель, и она, как правило, обычно бывает выше, чем мы хотели бы хотели бы, да. Вот теперь, как мы можем это грамотно, правильно сопоставить? То есть ты уже зафиксировал картикум. Правило такое, чем ближе зубы друг к другу, в центральном соотношении, в этом так называемом центральном соотношении, я этот термин тоже избегаю, этого термина, в стартовой, вот референс позиции, да, в стартовой позиции, тем точнее будет твоя высота. Будущее. Будущее, совершенно верно. И точнее будет твоя окклюзия, итоговая, и статическая, и динамическая. Следовательно, чем ближе кондила, головка будет, значит, к окончательной точке в суставной ямке, к этой медиальным стенкам суставной ямки, тем точнее будет твоя высота прикуса, точнее будет твоя окклюзия, статическая и динамическая. То есть от той высоты, которую ты определил в полости рта, надо опускать. В артикуляторе. То есть ты в артикуляторе еще больше сближаешь зубные ряды, оставаясь в этом соотношении стартовом, но не смыкая зубы. Это надо показать, чтобы это было понятно. Это будет у нас здесь что-то? Презентация. Здесь отчасти да. Ну хорошо, тогда я думаю дальше, если что мы, наверное... Это будет на вебинаре, который скоро состоит с 13 июля, буквально вот следующего. Я думаю, у нас видео выйдет чуть-чуть позже. Это может быть записи где-нибудь будет? В субботу. Я надеюсь, что там Охис задействован. Телеграм-канал. Охис задействован, да. В описании все будет. Ребят, переходите. И там, скорее всего, будет запись вебинара. Скорее всего, да. Что-нибудь сделаем такое, чтобы сохранилось это. Если дадут мне право это сделать в Охисе, я и в медицине. Нет вариантов. Уже все сказали. Люди уже ждут, да. Ну ладно, хорошо. Будем стараться это делать. Ну, чтобы быть более, скажем, проще говоря, чем зубные ряды, зубные дуги ближе друг к другу, и чем головка кондила, то есть нижней черте ближе к суставу. То есть это у нас опять все примерно? Нет. Или ты в этом положении делаешь еще измерения? То есть, ну, КЛКТ или что-то? Я высоту прикуса, этот диапазон определяю на цифлометрическом анализе. А, все. При цифлометрическом анализе. КЛКТ я применяю для того, чтобы увидеть расположение кондилы в ямке. сустава, ямке сустава, то есть правильно или неправильно, есть ли какие-то отклонения от положения. Но КЛКТ я для определения высоты не применяю. Для меня есть клиническое определение, есть цифлометрический анализ. Я просто неправильно выразил. Это не всем пациентам правильно вот так вот делаешь? Это в основном проблемные пациенты, у которых есть именно боли. Субтольное и тотальное протезирование. А, все, я понял. Субтольное и тотальное протезирование. И те пациенты, которые должны пройти окклюзионную терапию. Вот то, что ты говорил, сплинн-терапию. Все, я понял. Суставные пациенты, пациенты с мышечными болями, пациенты с бруксизмом и так далее. Ну, с жалобами определенными. Эти пациенты, они обязательно проходят весь этот протокол, они обязательно, все эти шаги, они обязательно проходят. Все. Двигаемся дальше? Двигаемся дальше. Ну вот, да, я просто хотел остановиться. Вот это привычное смыкание пациентки. Дальше мы хотим понять, на какой высоте мы хотели бы сделать сплинн-терапию. Данная пациентка прошла как раз сплинн-терапию, чтобы скорректировать, скоординировать работу мышц, а не расслабить их. Это разные вещи. То есть мы мышцы, еще раз повторяю, мы не расслабляем. Мы их координируем. Чтобы они правильно двигались. Совершенно. Когда мы мышцы вводим в свое координированное состояние, скоординированное состояние, боли проходят. И мышечный ответ, он очень быстрый. Когда правильно определена высота, когда правильно определено положение нижней челюсти, мышечный ответ очень быстрый. То есть пациент буквально через несколько дней дает положительный результат. То есть пальпация показывает, что мышцы уже не так сильно болят или вообще не болят. И высоту прикуса, этот диапазон, мы не то что высоту, мы этот диапазон определяем по цифалометрическому анализу. И мы видим, что по цифалометрическому анализу высота прикуса снижена, и она находится в красной зоне. Хотя, еще раз повторюсь, клинически это может быть не так. Потому что по другим авторам, специалистам по функциональной стоматологии, стираемость зубов не переводит к снижению высоты прикуса. Потому что идет зубоальволярная компенсация. Совершенно верно. Совершенно верно. Некоторые специалисты считают, что все-таки и идет потеря высоты нижней третьей лица. Некоторые говорят, что этого не происходит. То есть это только нам кажущаяся потеря. На самом деле все очень сбалансировано. С точки зрения по миллиметрам, по высоте верхней, нижней и средней третьей лица. Когда стираемость зубов идет, пульпа же опускается. Это, кстати, предмет споры и предмет исследования. Я думаю, что надо все-таки этот вопрос разобрать. Все-таки при стираемости есть. Но бывает такое, что у пациента там сильная стираемость, а его вообще ничего не беспокоит. Очень много. Вот. То есть тут спорить об этом. Очень много. Потому что бывает и так, а бывает так, чуть-чуть стерлось, и все, и начались проблемы. Но у этой пациентки мышечные боли, они не из-за потери высоты прикуса. Ее мышечные боли – это результат психоэмоционального стресса, бруксизма, гипертонуса, спазма. То есть нарушение обмена веществ мышцам. Вот в чем причина боли. А не в снижении высоты прикуса. Нам, у этой пациентки, высота прикуса нам интересна для того, чтобы восстановить объем зубов. Понимаешь? Да. Нам нужно понимать, на сколько миллиметров я могу поднять. То есть разобщить. Ну, поднять свою границу. Прикус, да. Вот этот привычный прикус. Диапазон. Чтобы я не вышел за рамки адаптационного коридора. Есть такое понятие функциональной стоматологии – адаптационный коридор. То есть мы бесконечно не можем поднимать прикус, также бесконечно не можем снижать этот прикус. Мы должны видеть этот диапазон. Как раз цифалометрический анализ нам дает именно этот параметр – адаптационный коридор. То есть если, например, я вижу, что норма 44 или 45 градусов, это не значит, что я должен поднять до этой нормы. Она же может отличаться, допустим? Да, я забыл сказать, что высота прикуса в цифалометре определяется в угловом значении. В угловом значении. Поэтому в градусах. Дальше мы как раз определяем по данной программе, на какую высоту мы могли бы завысить этот прикус. Мы по методике переднего депрограмматора клинически определяем соотношение челюстей в стартовую позицию. Еще раз повторим, что единственным признаком, что мы более или менее правильно определили стартовую позицию – это контакт на переднем депрограмматоре в одной точке. Но это не является окончательной нашей высотой. Мы должны эти миллиметры измерить в артикуляторе, используя данные цифалометрического анализа. Это в нашей практике обязательное мероприятие. И мы понимаем, что в принципе в идеале высоту можем поднять аж на 16 миллиметров. Вы понимаете? На 16 миллиметров я могу поднять резцовый штифт. Это не ошибка. Это понимаете? Это так хочет… Компьютер. Компьютер, да. Ты не знаешь, что ты должен это делать. Ты должен надо включить голову. Роботы нас порабощают. Потом некоторые забывают, что высота на резцовом штифте и реальная высота в переднем – это разная вещь. Потому что резцовый штифт – артикулятор имеется в виду, если кто не в теме. Резцовый штифт – артикулятор. Он стоит перед лицом пациента. То есть немножко подаль от передних зубов. Значит, высота все-таки в области резцов, передних резцов – это немножко меньше. А высота вообще в жевательной модели… Все равно немало. Немало. Кто говорит «мало»? Немало. Ну, конечно, мы реалисты, и мы так не будем делать. И мы… Я всегда беру некую золотую середину, может быть, половину. Вот здесь 16 показал. Я сейчас четко не помню. Да вот, правильно, я могу взять половину и посмотреть. Навременка. Дальше я провожу еще… Еще анализ. Иногда такой виртуальный анализ. Называется VTO – Virtual Transition Objective. Это цель твоего действия виртуального. Вот, ну, если, например, ты проведешь, допустим, завышение, да, прикуса, задашь другое положение нижней челюсти, какие данные ты получишь в цифалометрическом анализе. Вот цифалометрический анализ, он дает некоторые, в общем-то, облегчает некоторый прогноз. Некий прогноз, всего лишь некий такой виртуальный прогноз. Если, например, ты завысишь прикус на 8 мм, допустим, сильно ли ты нарушишь скелетное соотношение челюстей, расположение зубов. Просто плюс какой-то там небольшой процентик твоему клиническому мышлению. Какой-то там чуть-чуть, такую щепоточку такой вот добавляешь. Очень часто я это применяю. Мне нравится этот инструмент, вот это виртуальное, скажем, такое вот прогнозирование твоего действия. Я не скажу, что это всегда точно, но довольно часто... Применяешь? Нет, довольно часто, когда я это применял, я видел, что ВТО, то есть это виртуальное вот это вот прогнозирование, оно совпадает с тем, что ты получил. Это очень радует. Это радует, да. Да, это радует. Да, вот, пожалуйста, мы провели вот ВТО, да, вот это виртуальное анализ. Все-таки мы решили не 8, а, видишь, написано вертикально, межиклюезонное расстояние. Завыше на 16 милин, но это на еще и спортивно на резцовом штифте. И мы на этой высоте провели и сплинт-терапию, здесь опущено это... А, здесь просто не показано. Да, не пока, обязательно, конечно, мы сначала добиваемся координации работы мышц, а потом переходим уже на макетирование, моккап. Если это мышечная ситуация, то есть если это мышечная боль, то очень быстро это проходит в моей практике. Например, ну, максимум 2 недели. Максимум 2 недели. Вообще, ну, сплинт-терапия – это отдельная тема, я считаю, что... И не только, я считаю, что его носить больше 4 месяцев нельзя ни в коем случае. Причина? Причина – могут быть необратимые изменения уже в костной ткани и в положении зубов. И еще причина может быть еще в контрактуре мышц, то есть мышечное перерождение может быть соединительной ткани. Кстати, да. То есть у сплинт-терапии есть свои ограничения. Это надо знать. Поэтому в моей практике максимальное ношение сплинта – это 2 месяца. Максимальное ношение любого сплинта. То есть больше 2 месяцев. У организма привыкания это не сильно возникало. Дело не в привыкании. Дело в организме. Организм привыкает, перестраивает мышцы. Но из-за долгого ношения сплинта перестроится костная ткань, перестроится костная ткань кондилы. И мышечная ткань. Мышечная ткань. И будет… Совершенно же другое реферальное… Интрузия зубов. То есть зубы будут вколачиваться даже. У меня были такие пациенты. И у тебя будет стойкая дезоклюзия. Стойкая дезоклюзия, которую или надо ортодонтически вытягивать, или надо ждать долгое время, пока зубы сами сойдутся. Опять же с феноменом… По полугоду. Ну да, вот зуба эволярного удлинения. То есть надо дожидаться этого. Но тогда эти зубы могут замкнуться совершенно в другом положении. Да, ты можешь навредить свои шины. Ты можешь навредить свои шины. В данном случае, насколько я помню, это было не более 2-3 недель даже. И после того, как мы завершили сплинт-терапию, мы задали опять же еще раз новую высоту. 16 миллиметров. Скорее всего, новое положение нижней челюсти, как результат ношения этой шины, но с завышением 16 миллиметров. Рисовываешься, я еще раз повторяю, это не значит, что 16 миллиметров. Зубные ряды были разобщены. И сделали такой мокап постоянного ношения. И зафиксировали его, этот макет в полости рта. И пациентка как раз, она жила с этим мокапом некоторое время. Она полностью успокоилась. Боли у нее ушли. Она совершенно выглядела уже по-другому. Чаще улыбалась, меньше плакала. И у нас с ней еще и контакт нормализовался, наладился. И через некоторое время мы уже перевели этот мокап, уже в постоянной реставрации. Это давнишняя работа. Она, наверное, уже, по-моему, в десятилетней давности. И вот результат непосредственно после фиксации. Ну, здесь коллеги могут, например, покритиковать в плане эстетики. Смотрите, эстетика должна оцениваться в целом. Это зубные ряды. Это высота нижнего отдела лица. Это мимическая мускулатура. Это глаза пациента. Ну, естественно, я по этическим соображениям здесь все это не показываю. Но после того, как вы провели окклюзионную терапию, особенно вы когда подняли высоту, межокклюзионную, межролярную высоту, ответ мимической мускулатуры, он приходит позже. То есть сначала улыбка очень отталкивающая. Даже для врача-стоматолога. Ну, о пациенте не говорю. Но не нужно сразу делать какие-то выводы, переделывать и так далее. Нужно дождаться ответа мимической уже мускулатуры. Вся мышечная система пациента перестраивается после этих манипуляций. Я надеюсь, что вы сейчас увидите. Это анализ уже готовой работы. Вот уже после, для сравнения, да? И для сравнения, вот как раз это тот случай, когда мы сравнили до, наш виртуальный прогноз. Видите, там ВТО написано. Да, цифры, да. И если видите, то цифры, они близки к виртуальному прогнозу. То есть мы довольно, скажем, точны были в наших расчетах и в наших действиях. То есть мы приблизились. То есть программа, в принципе, она не такая уж и глупая, да, как можно ее считать. Но я жду эти дела. Да, да. Она, в общем-то, дает довольно, скажем так, реалистичные параметры. И вот, пожалуйста, контуры, даже если видите, контуры на ТРГ мягкой ткани, обратите внимание на мягкую ткань. Контуры мягкой ткани совершенно другие. Видите, извините, я, да, 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 совершенно, они уже более привлекательны, скажем так. Да, это мышечный ответ, который говорит о том, что вот эти крестики, то есть чем меньше крестиков, тем лучше. Совершенно верно. То, что мы видим, что уже нету этих болей. Окклюзионный индекс поменялся. И, пожалуйста, до и после. Было до, было после. Это реставрация сразу после фиксации. Скорее больше вопрос к фотоаппарату. А теперь посмотрите, посмотрите, может быть, да, я не такой уж самый фотограф, через полтора года. А теперь посмотрите улыбку через полтора года. Видите, какой ответ мимической мускулатуры. Это совсем уже другая улыбка. Как будто другой человек. Совершенно верно. И, пожалуйста, как она улыбается уже через полтора года. И, знаете, что она мне сказала? Она сказала, что вы знаете, как... Она потом уехала в Токио и сказала, что... А знаете, как меня приняли на работу? Я говорю, нет, не знаю. Я улыбнулась. И я почувствовал, что из-за этой улыбки меня приняли на работу в Токио. Вот она сейчас живет в Токио. Вот. У меня есть кейс, который с соединением имплантов с зубами. И один из немногих врачей, я так вижу, думаю, считаю, который соединяет импланты с зубами. И у меня еще есть кейс осложнения. Моего собственного осложнения, которое редко... Я думаю, люди такие, показывай кейс зубами. Да. Ну, а... Этот клинический случай... Это вот он сейчас? Нет, нет. Это другой. Он тоже интересный. Он тоже... Это... Я могу быстро пройти, что он тоже интересный. Да, если его только без сильных пауз. Да, я уже не буду останавливаться на вот этих детальных... Да, вот на диагностике, да. Смотрите, вот этот пациент, он из-за отсутствия зубов потерял положение в целом нижней части. Видите, какой у него привычный прикус. Это все в привычном прикусе. Все в привычном прикусе. Вот это латеральное ведение, переднее ведение, да. Очень сложная работа. И вот он так смыкает. Ему отказали протезирование, ну, как он рассказывает, в семи клиниках. Да, если бы больше пошел бы, то он больше было бы. Попал к нам. И вот это показание как раз к тому, что сначала мы установили импланты. Вот это его, значит, ситуация, это его ортопантомограмма, это его мышечная статуя, я быстро листаю, чтобы... Да, 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 да. Люди, кто надо, вы зафиксируйтесь, на паузу нажмете, посмотрите, изучите. Это его привычный прикус, это модели, которые загипсованы в привычном прикусе. Это его аксиографические сливни, показывающие ограничения движения нижней челюсти и ограничения в целом движения в суставе головки нижней челюсти аксиографической. Опустим этот анализ, я об этом уже подробно рассказал на первом кейсе. Здесь высота прикуса была поднята на аж 14 миллиметров и была изготовлена капа. Была изготовлена капа на вот этой высоте, на этой высоте. И одновременно начато было ортодонтическое лечение. То есть мы очень часто делаем такие работы одновременно с капой. Мы устанавливаем капу на нижнюю челюсть и начинается первый этап ортодонтического лечения на верхней челюсти. И посмотрите теперь, как смыкает пациент после капы. Вот верхняя фотография это до капы, а вторая, нижняя фотография это после капы. И это без какой-либо ортодонтической хирургии. Это без какой-либо, знаете, это только лишь ответ мышц. Вот так они хотели бы видеть положение нижней челюсти. И когда мы на капе задали правильную траекторию движения нижней челюсти, вот эти латератрузионные движения, антериальные движения, все отработали все на капе, мышцы вошли в скоординированное свое состояние, еще раз говорю, нерасслабленное, скоординированное. Мы функциональные стоматологи. Мы негнотологи. Как оскорбление? Мы специалисты по функциональной... Ну, я пошутил. Это шутки, да, ребята. Да, функциональные стоматологи. И вот мышцы, они дали вот свой ответ. И они так хотят ответить. Это практически без моей помощи. Ну, практически без... Я всего лишь изготовил и направил мышцы так, как... Дал правильную дорогу. Дал правильную траекторию им двигаться. Работать. То есть не двигаться, а мышцам работать. И сразу получил... Смотрите, какой ответ получил я. Окклюзионного индекса. Извините, немножко здесь отсюда. Не так хорошо видно. Монитор. Это мышечный ответ до, после ношения капа. Видите, вот эти плюсики, они все меньше, 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 меньше. Это говорит о том, что мышечный ответ у нас хороший. Ну, идет в правильном направлении. Совершенно верно. Все то же самое. Все то же самое. И контур как меняется. Ух ты. А предвидеть до капы и после капы. До капы и после капы. Как будто два разных человека. Контур мягких тканей. Еще раз вернемся. Импланты мы делаем все. Это у нас санация. То есть все это до костной пластики. Здесь у нас синус без графта. Синус с графтом. А, с графтом. С графтом. Да, просто... Не так, наверное, контрастируется. Все это было установлено. А, все вам вижу. Да, ага. После капы. Опять проверка, да, получается. Да. Это оксиографические наши исследования. Исследование. Видите, какая разница между до капы и вертикализацией, и после капы и вертикализации. Как раскрывается в суставе движение нижней челюсти. Они очень ограничены. Движение, то есть кондилы. Очень ограничены были. А были, а сейчас они уже в норме практически. Вот такие настройки мы уже отправляем технику нашему. И техник уже делает макет. То есть восковое моделирование. На этом основе он делает макет долгого ношения. Мы очень часто на этих больших работах, тотальных работах мы используем макеты, то есть макапы долгого ношения. То есть это те же виниры, те же коронки, но из ПММА. Фрезерованные. Фрезерованные, да. Не отжатые в полости рта. И пациент, в общем-то, так отпускается на, ну, буквально, может быть, там до месяца, пока он отрабатывает всю эту окклюзию на постоянной. Ну, чтобы посмотреть, где что-то не так отправить. Это конечный результат. Ну, это прям очень круто. Ну, конечно, это вопросы к фотографу, я не спорю. Это конечный результат. Это до и после. Это улыбка до-после. Это через восемь лет до-после. А, нет, извините, это после, да. Восемь лет реставрации. Восемь лет реставрации, пожалуйста. Есть небольшие парадонтальные изменения. Все остальное у него все в норме. И он до сих пор. Ну, честно, очень сложно. Он был в прошлом году. Это уже девятый год практически. Пожалуйста. Ребята, напишите свои комментарии. Мне очень нравится. И крайнее что-нибудь туда быстро посмотрим. Самое крайнее? Да. Самое крайнее. Ну, давайте тогда посмотрим. Осложнение. Осложнение. Ребята, если вы хотите второй выпуск и на какую тему, пишите. Вот женщина к нам поступила. Мы ее готовили к протезированию. Мы прошли целый ряд хирургических манипуляций. Это ее ортопантомограмма. У нее был очень такой тяжелый парадонтальный статус. Мы шаг за шагом проводили санацию. И, в общем-то, вот так она уже практически была готова. Вот почти что к протезированию. Обратите внимание на правый сегмент нижней челюсти. Импланты были установлены в новообразованную кость. Видите, там три импланта. На месте 4,5, 4,6, 4,7. Это новообразованная кость. Операция была проведена по типу направленной костной регенерации. А через сколько ты... И через некоторое время... Да, какой вопрос? Через сколько ты после НКР ставил имплантат? 8 месяцев. 8-9 месяцев. Мне мало, кстати. Ну, это как положено. 8-9 месяцев. И сразу после установки имплантата, через некоторое время, она жалуется на нующие боли, беспокойство. Я делаю снимок и вижу, что у меня развился такой остеомелит. Это осложнение, ну, страшнейшее осложнение, я считаю, особенно после всех пройденных уже этапов костных пластик, установки имплантатов. Это не частые осложнения. Крайне редко я считаю осложнение. Я причину не знаю до сих пор, почему так вышло. В этом месте. В Фейсбуке были обсуждения на эту тему. Во-первых, мне благодарили очень мои коллеги, что я имел смелость выложить эту... На общее обозрение. На общее обозрение мы обсуждали за мою смелость и так далее. Но я предполагаю, что вот такого рода осложнение – это редкость. Вот такой тяжести остеомелит. Некоторые говорили, что, наверное, ожог кости произошел. Я вспоминал ход операции, все-таки не было ожога кости. Но это новообразованная кость, и чтобы там прям ожог был. И самое главное, здесь кость, она расширялась не по остеоденсификации, по протоколу осеоденсификации, по классическому протоколу. Потому что в этой кости она была достаточно плотная через 9 месяцев, а в плотной кости осеоденсификации проводить нельзя. Она, наверное, была более плотная все-таки, наверное, к соде. Может быть, мы что-то, какой-то там дополнительный сосуд пересекли. Я не знаю, в общем-то, до сих пор причин. Но я был сильно, скажем, расстроен, несмотря на свой опыт многолетней. Любая ошибка – это осложнение. Это осложнение для меня было в первый раз. В первый раз. Я и звонил своим старшим коллегам в МГМСУ, в кафедру челюстовой хирургии, Сара Саркисовича, мы говорили на эту тему, и так далее, и тому подобное. Ну, естественно, импланты были удалены. Вот как выглядели импланты на момент перед их извлечением. И посмотрите, какой секвестр уже формируется. Вот какой секвестр формируется. Мы дождались полного, скажем, полной секвестрации, удалили секвестр. И мы потеряли не только ту новообразованную кость, которую мы месяцами, а еще больше. Ну, это всегда так бывает, когда-то осложнение. И мы получили такую вот очень плотную кость. Естественно, ни о какой дополнительной аугментации здесь и речи быть не может. Ничего здесь не поможет. Ни вертикальная аугментация ламинами по кури, ни сеткой. Здесь ничего не вырастет. То есть, единственное, что репозиция нерва. Никогда. Нет, мы решили немножко по-другому этот вопрос. Ребят, ставьте на паузу и пишите ваше мнение, как бы вы поступили здесь. И сразу после, не сразу, а до того, как я выложил этот клинический случай по Фейсбуку. На Фейсбуке? В Фейсбуке, да, правильно? В Фейсбуке. В. Это запрещенное в России. В. Но это было до всех этих событий. Монтажер мне скажет, что ты представляешь. Один наш коллега выложил очень похожую картину. Но он получил осложнение, применяя метод крыша гаража. Знаете этот метод? Да, конечно. Когда ты отделяешь кость и поднимаешь. И поднимаешь ее. И он потерял эту кость, эту крышу. И в итоге получил очень похожую ситуацию. Которую я сейчас показываю. И шло обсуждение, что делать. Кто-то предлагал по курии методику. Кто-то предлагал по сетке. Титановая сетка, цинопласт. Кто-то предлагал направить на микрососудистую операцию. И я ему, мы с ним так лично не знакомы. Я ему дал, ну в лицо, может быть так знаю, по Фейсбуку. Я ему дал рекомендацию. Не надо этого делать. Я уже этот путь прошел. Ничего. Еще больше будет осложнение. Идем на упрощенную методику. А именно на установку имплантантов под углом. Помнишь, я вначале говорил, что мы сейчас меньше работаем с этими сложными. Вот пожалуйста. Работаем со своей нативной косой тканью. Установлен в ветвь. Второй имплант под углом, обойдя нерв медиально. И два импланта. Естественно, потеряла она и резцы. В общем, страшнейшая катастрофа была. И у нее получался еще клык свободный. Уже был левый клык. И его тоже надо было вовлечь в протезирование. Я думал, я на него сделаю одиночную коронку. И ты представляешь, после долгих-долгих вот этих мучений, у меня еще один имплант из этих четырех уходит. Это вот в области резца. В области резца этот имплант. Который стоит на позиции 3-2. 3-2 рядом с клыком. И он тоже уходит. Я просто, я не знаю, может быть я кому-то пересек границу. Что я за что этим учением мне. И вот такая картина. Это мультиюниты. Такая картина перед протезированием. Это как раз тот случай, когда я соединяю имплантанты с зубом. А, имплантанты, телескопическая коронка. И потеряв один, еще один имплантант. То есть у меня осталось три имплантанты из этих четырех. Естественно, это если я только имплантанты соединяю. Это самое неудачное расплавление. Особенно, когда ты на мультиюнтинге. Там мультиюнтинг, если ты соединяешь, у тебя должна быть или дуга, или полудуга. Да, если ты в какой-то такой промежуток, это работать не будет. Это правила такие очень известные. Мы задействовали клык в протезированную нашу конструкцию. Наша конструкция имела вот такой вид. Видите, там на клыке есть место. И протез, он полностью прикручивается. Прикручивается, он не цементируется. Клык всего лишь это опора. У тебя были такие дискуссии на фейсбуке. Вот именно, да. Это я к тебе еще заходил. Это тогда еще было там какие-то... Не этот случай, но похоже что-то было, я помню. Вот такой случай. Это недавний случай. В этом случае четыре года. Четыре года. И несмотря на это, мы все равно все протезировали по канонам функциональной стоматологии. Выдерживая кривую ШП, если вы заметите, здесь выдержана хорошо кривая ШП. Все сделано так, как я люблю делать. Как полагается. В субтотальном и тотальном протезировании. Это было как бы тотальнейшее протезирование, так скажем. Но у меня соединение имплантов с зубом, это не есть повседневная практика. Это исключение из правил, скорее. Ну, не то, что исключение из правил. Это исходя из каких-то конкретных клинических ситуаций. Чтобы не утяжелять пациенту жизнь. Но не делать же еще раз повторную операцию. И вообще, я скажу, мнение то, что нельзя имплантант соединять с зубом, должно быть пересмотрено. Я не потерял ни одного импланта из этих конструкций, которые у меня есть. У меня есть, наверное, 15 таких клинических случаев за свою карьеру, когда я соединял имплантант с зубом. Я еще не видел ни одного фатального случая, что я потерял. Обычно думают, что потеряют имплантант, потому что у зуба есть микроподвижность. А из-за этого ничего не... Больше скажу. Те зубы, которые имели хоть какую-то подвижность, они укрепляются. Эта тема требует исследования. Вообще, самые тяжелые исследования научные, это клинические исследования. Это клинические наблюдения. Да, мы можем в лаборатории ин-ви-во, правильно, ин-ви-во или ин-ви-тро провести какое-то исследование, какое-то там вывести на какой-то результат. Но клинические наблюдения – это самая нелегкая исследовательская работа в научной... Это большая трудоемкая работа. Да, в научной, в общем... В чем у тебя не может быть один и тот же случай, быть идеально одинаковый. А я такой человек наблюдательный. Я наблюдаю, если я стараюсь выводы делать. В какой-то мере у меня идет клиническое это исследование. И я в рамках нашей клиники, в рамках своей клинической практики, я пришел к выводу и точно, уверенно могу сказать, может быть, сейчас скажу какую-то страшную вещь для некоторых хирургов или там ортопедов. Имплантант с зубом соединять можно. У меня есть и винтовые такие работы на винтовой фиксации, цементной фиксации. Можно это делать. И ничего плохого в этом не происходит. Самой, наверное, согласиться... Это же раньше было. И раньше это было повсеместно. И я тебе смотри... У меня очень сильно заклевали фиксации. Я такое делал очень давно. И, по-моему, у меня еще до сих пор пару пациентов есть, которые что-то ходят. Там тоже, понимаешь, это делается в тех случаях, когда есть какие-то ограничения. То есть, чтобы не делать какие-то костные пластики. Я помню один случай точно, что там какой-то был дефект, что-то такое. Там у нас один имплантат в итоге сохранился. И чтобы заново не делать какие-то дополнительные опять манипуляции, пациент тоже не очень хочет, потому что это время. Это долго ждать. И уже иногда бывают у них сомнения какие-то. Может, не надо. Может, лучше что-то, компромисс какой-то. И я знаю, что у меня один или два случая есть. И по сей день ходят. Ты подтверждаешь мои слова. И я точно знаю, что есть коллеги, которые я видел. Даже они выкладывали эти случаи. С осторожностью, конечно, выкладывают. Многие просто стесняются. Я более чем уверен. Потому что они боятся общественного мнения. Ну, вот я не побоялся. Я выложил два случая таких, которые я показал в соединении импланта. Здесь, смотрите, и осложнение я показал, и свое решение. Смотри, сейчас люди скажут. А есть продолжение? В каком смысле? Типа рентген, наблюдение. Через сколько-то там. Наблюдение есть. Я вообще скажу, что... Ну, в данном случае нет. Но я на словах скажу, что да, она в контакте с нами, с нашей клиникой. Я скажу, что любая тотальная работа должна контролироваться через диспансерное наблюдение. Вот я недавно был на конференции по All on 4, All on 6 по этой методике. Все эти пациенты, они должны встать на пожизненно-диспансерное наблюдение. Соответственно, эта пациентка тоже находится на пожизненном диспансерном наблюдении. Все пациенты, которые уже установлены импланты, особенно с тотальным ситуацией, с тотальным протезированием, реабилитацией, это все на 6, все на 4, и даже не винтовая фиксация. Ну, просто пациенту установили 28 реставраций, там виниры, коронки. Они должны находиться на диспансерном наблюдении, пожизненном. Так положено. То же самое. Поэтому эта пациентка имеет продолжение. До сих пор эта конструкция у нее во рту стоит. Стабильно. Стабильно, да. Она злоупотребляет немножко курением. Есть некоторые изменения в протезе в виде вот этого налета. Ну, это тут как бы... Да. Эта конструкция, кстати, она из металлокомпозита. Это не оксид циркония. Не, я вижу, что металл есть точно. Думаю, это металлокерамика. Металлокомпозит. Это металлокомпозит. Это не металлокерамика. Довольно-таки легкая. А, но композит. Курение к нему липнет неплохо. Потому что верхняя у нее дуга, все на 6 имплантах у нее наверху. Это оксид циркония. Поэтому... Ну, чтобы встречного не было. речный должен быть из какой-то более более металлокерамика не дошла бы материала нет там я думаешь он анатомия или там с нанесением наверху да там оксид циркония полна анатомия оксид циркония полна анатомия вот так выглядит это конструкция во рту более или менее выглядит хорошо вот пожалуйста ее керамистка это не керамист этот очень хорошо здесь на поработал ну мне нравится да симпатично fp3 получается до фиксированный протез 3 по типу фиксирован протеза 3 сделал вот ее улыбка вот собственно эти три клинических случаи я хотелось сегодня показали один круче другого да несмотря на все что мы конечно вот имели вот такую ну грозное такое осложнение как костью я уже по редко может быть да но мы вытянули и этот случай силами только нашей клиники на наш многоуважаемый анестезиолог оон каждый день приезжал и мы включали капель ниц вот пациентки проводили дезинтоксикационную терапию и чтобы ограничить этот секвестр в общем вы делали максимально все что возможно и вот мы вытянули несмотря на это мы все равно вернули работу в русло протокола по функциональной стоматологии все эти обследования провели все эти цифрометические анализы мы сделали оксиографические исследования подняли все это мы собрали в кучу и сделали вот такой вот да здесь просто может быть не все показано ребят чтобы до думали что вот так вот идет до по очереди поэтому спасибо большое за беседу за эти кейсы что ты пришел что ты поделился ты не постеснялся ты показал проблемы свои все врачи хотят свои проблемы закрыть шкафу с остальными проблемами да не не хотят делиться им показывать но это то что нас двигает вперед нас учат и нам показывают как можно обходить проблема поэтому за эти большое спасибо и знаешь напоследок дай пожалуйста помните совет молодым стоматологом ну вообще мне кажется советы давать не совсем благородное дело я с высоты уже своей профессиональной деятельности лет тогда на пусть и на пусть и надо оставаться порядочным стараться надо быть порядочным оставаться порядочным и работать над этим над порядочностью в принципе порядочность это не значит и хороший дали плохой человек порядочность она проявляется и в профессии даже надо усовершенствовать порядочность уровень своей своего интеллектуального развития своего мировоззрения это отражается на твоей профессиональной работе вот если примут такой совет что люди которые могут поступить непорядочно они могут даже это не почувствовать или почувствовать позже например у меня есть в жизни такие поступки которых я стыжусь до сих пор и это мне помогает возвращать себя на место так скажем в ровное скажем русло и осознать это очень правильно признавать свои ошибки надо учиться признавать свои ошибки может быть их не нужно произносить на публику но в себе ошибки нужно признавать надо быть порядочным с этим мне кажется много проблем не только в профессии это кого в целом и наши среди среди людей ну в целом и коллег и так далее есть такая проблема я сталкиваюсь периодически с этим и я чувствую что непорядочность она влияет на их и профессиональную деятельность то есть она снижает уровень их специалистов снижает уровень как их как специалистов вот такое на напутствие ну естественно следить за своими знаниями никогда не быть уверенным в то что ты все знаешь все можешь не стесняться учиться у младших как я например сейчас это себе могу позволить я рад этому и в общем то никогда не стесняться показывать свою определенную некомпетентность то есть ты должен всегда чувствовать определенную скажем некомпетентность чуть-чуть чуть-чуть чтобы двигаться вперед вот такой у меня будет может быть странно для кого-то спасибо не не очень прекрасно спасибо артур тебе за приглашение я получил тоже очень большое удовольствие спасибо это взаимно седы с тобой спасибо большое спасибо друзья но нас наш выпуск подошел концу напишите пожалуйста в комментариях как вам и в целом чтобы вы хотели бы добавить может быть какие какую-то вторую серию хотели бы увидеть нам будет очень приятно это почитать и конечно же не забывайте ставить лайки колокольчик и подписывайтесь на нас спасибо смотрю в камеру его совсем прощаемся что ребят всем пока пока пока